«Брат ты мне или не брат, рад ты мне или не рад» была такая песенка Андрея Державина, поп-певца 90-х. Вот, собственно, сейчас после просмотра фильма «Гадкий я» мне сложно поверить, что кто-то будет рад появлению у Грю брата. Это абзац критики, честно окину одним кадром. И ладно бы самым плохим в этом фильме было то, что у Грю появился абсолютно дебильный, неинтересный и скучный союзник в этом фильме во всех его начинаниях. Но поскольку уже во второй части трилогии «Гадкий я» миньоны стали гораздо более главными персонажами, нежели сам «Гадкий я», а в этом фильме их задвинули, наверное, на третий план, и в принципе они во всех основных действиях миньоны не участвуют, появляясь изредка, разбавляя как-то повествование, и это действительно очень скучно, мне кажется. Плюс абсолютно безликий злодей из 80-х, который занимается, ну, как бы мягко сказать, ерундой, но он, если вначале появляясь и под саундтреки 80-х еще делает что-то более-менее забавное, то дальше шизофрения с ворованием друг у друга алмаза, она перерастает в какое-то, ну, совсем уже бредовое действие, уничтожение города ни с того ни с сего, и как бы сама суть этого героя, Бальтазара, брат этого, она не до конца, он такой просто классический сумасшедший, причем непонятно почему и как, ну, да, не сложилась у него, как бы, карьера, но почему, почему он делает то, что делает, ну, меня не убедило, в общем, все-все-все, что с ним происходит. Детишечки, говорю, они по-прежнему смешные, по-прежнему интересные, ну, история с единорожиком забавная, очень миленькие были свинки на свиноферме брата Грю, но этого всего недостаточно, чтобы фильм смотрелся хоть, ну, хоть как-то на одном дыхании. Было, было часто скучно и действие провисало, ну, постоянно, то есть были отрезки небольшие, минут по пять, по десять, которые было интересно смотреть, а потом становилось то снова, как бы, снова неинтересно. История с тем, что Грю выгнали из этого условного ФВР ЦРУ, который охотится на злодеев, она тоже чисто номинально заявлена в начале, но, как бы, он не особо по поводу этого печалится, не особо он пытается этого добиться как-то несколько раз, чтобы в итоге в конце закрепить успех. Ну, просто что-то, что-то вот, вот что-то случилось, как-то что-то с этим надо делать, и видно, что все-таки, ну, беда и со сценарием, и с режиссурой. Не зря у одного из режиссеров фамилия Кофин, что означает гроб. Вряд ли, конечно, франшизу на этом закопают, но я думаю, что с ней случится нечто вроде ледникового периода, то есть это будет, ну, просто для того, чтобы выкачать оставшиеся деньги из малолетних зрителей. Поэтому, ну, я думаю, что 6 баллов это максимум, на что может рассчитывать гадкий А3. Леша Кинокритик не очень рекомендует. Продолжение следует...